25 декабря 2021 года в 15 часов 20 минут в космос был запущен космический телескоп Джеймс Уэбб. Он стал самым прорывным, мощным и дорогим из когда-либо созданных телескопов. Впрочем, он уже оправдывает свою огромную цену, представляя нам потрясающие снимки дальнего космоса. На них определённо стоит взглянуть. С вами канал ФактОпс и в этом выпуске я покажу 14 новых кадров, сделанных космическим телескопом Джеймс Уэбб, которые потрясли всю космическую отрасль. Погнали! Кольца Урана Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сделал потрясающее изображение планеты Уран. Это первое детальное изображение Урана, полученное с использованием этого телескопа. И на нём можно увидеть кольцевую систему ледяного гиганта, его самые яркие спутники и динамичную атмосферу. Здесь можно увидеть Уран во всей его красе. В центре кадра расположена планета, а в её опоясывают кольца. Несмотря на то, что Уран не самая большая планета в Солнечной системе, её кольцевая система является одной из самых сложных и разнообразных. На этом изображении можно увидеть два ярких спутника Урана – Аберрон и Титанию. Это изображение сделано путём объединения данных из двух фильтров, которые можно увидеть в виде синей окраски и оранжевых бликов соответственно. На изображении в типичном цвете показана плотная ледяная жидкость из воды, метана и аммиака, над небольшим каменистым ядром, из которого состоит Уран, который выглядит как светло-голубой снежок. Пылевой шлейф взаимодействия двух звёзд Звёзды, которые оставили после себя пылевой шлейф, располагаются в 5000 световых лет от Земли. В созвездии Лебедя звёздная система получила название VR-140. Она включает в себя звезду Вольфа Райя и голубую сверхгигантскую звезду. В результате взаимодействия двух звёзд, телескопу Джеймс Уэбб удалось запечатлеть кольца пыли. Раньше учёные исследовали систему с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Каждые 8 лет во время сближения звёзд в космическое пространство испускаются огромные клубы пыли, которые по размеру превышают расстояние от Земли до Солнца в тысячи раз. Большинство звёзд выбрасывают потоки газа, однако в случае с звездой VR-140 это скорее напоминает звёздный ураган, а не ветер. На более поздних стадиях жизненного цикла эти светила сбросили свой водородный слой. Водород не является составляющим пыли, однако другие элементы, расположенные внутри звезды, такие как углерод, могут формировать пылевой шлейф. Этот эффект достигается за счёт конденсации углерода в зонах столкновения ветра от двух звёзд. Если проще, то это значит, что его можно наблюдать только в инфракрасном свете телескопов. Юпитер и его кольца На снимке, сделанном Уэбом в июле 2022 года, запечатлён Юпитер, его кольца, полярное сияние, а также два крошечных спутника газового гиганта – Амальтея и Адрастея. Снимок получен при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона – Ниркам. Крупный спутник его в кадр не попал, но породил небольшой пик яркости у границы снимка. На втором изображении крупный план Юпитера, сделанный с помощью трёх разных фильтров. Светящиеся полярные сияния показаны красным цветом, зелёным отмечетом и сотной от дымка, а синим – более глубокие слои облаков. Также на снимке видно большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, но здесь он кажется белым. Помимо него видны и другие вихри, а также широтные пояса в атмосфере Юпитера. Стоит заметить, что и на изображении хорошо видно, что антициклон обладает неровными краями. С множеством неоднородностей. Косиопия-А Сверхновые звёзды или вспышки сверхновых – одни из самых впечатляющих космических явлений. Звёзды резко увеличивают свою яркость в 100 миллионов раз. И Косиопия-А, остаток одной из таких вспышек, был детально запечатлён телескопом Джеймс Уэбб. Этот звёздный взрыв, по данным НАСА, произошёл 340 лет назад, поэтому считается самым молодым остатком сверхновой в галактике. Изображение, которое сделал Джеймс Уэбб, позволяет астрономам лучше разобраться в природе возникновения подобных вспышек. Косиопия, по мнению НАСА, может помочь ответить на важнейшие научные вопросы о происхождении космической пыли. Космическая пыль служит основой для звёзд, планет и в конечном счёте жизни. С помощью телескопа Джеймс Уэбб, учёные планируют выяснить содержание космической пыли. Научное сообщество возлагает большие надежды на телескоп. В сентябре прошлого года космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первое изображение Нептуна. И это один из лучших кадров, представляющих кольца ледяной планеты за более чем 30 лет. Кроме того, в инфракрасном спектре планета не выглядит привычно голубой. Она поглощает так много инфракрасных и красных видимых волн, что больше похоже на призрака планеты. Кроме того, на изображении видно 14 подтверждённых спутников, а яркие пятна на поверхности планеты – это облака из метанового льда. Мы в самом начале исследования объектов нашей системы с помощью телескопов Уэбба. В ближайшие годы команда планирует собрать больше данных, в том числе относительно Нептуна и Тритона. Яркая звезда сверху Нептуна – это и есть спутник Тритон. Молодые звёзды в столпах творения Столпами творения называют скопления газа и пыли в туманности Орёл. От Земли до них около 7 тысяч световых лет. Учёные полагают, что около 6 тысяч лет назад произошёл взрыв сверхновой, который породил эти скопления. Их открыли ещё в 1920-х, но всемирную известность они приобрели. Когда в 1995-м их сфотографировал космический телескоп Хаббл в невидом до того качестве. Но Джеймс Уэбб смог сделать гораздо более детальный снимок. Джеймс Уэбб разглядел в их диапазоне молодые звёзды. Самые далёкие галактики Джеймс Уэбб смог сфотографировать одни из самых далёких, а значит старых галактик во Вселенной. Их возраст удалось подтвердить, изучая данные спектрографа ближнего инфокрасного диапазона. Джеймс Уэбб увидел их такими, какими они были через 350 миллионов лет после Большого Взрыва, когда возраст Вселенной составлял всего 2% от нынешнего. Как по мне, это просто невероятно. Столкновение космического аппарата DART с астероидом Историческая миссия по столкновению космического аппарата DART с астероидом Dimorph, который находится в 11 миллионах километров от Земли, завершилась успешно. За этим событием наблюдали зрители онлайн-трансляции, а учёные по всему миру с наземных телескопов. В то же время, НАСА имело возможность зафиксировать космическую аварию с помощью своих самых мощных обсерваторий. 29 сентября НАСА и Европейское космическое агентство опубликовали новые изображения, сделанные космическими телескопами Хаббл и Джеймс Уэбб, на которых виден эпический момент столкновения DART с Dimorph. DART был разработан специально для первого в истории человечества эксперимента по целенаправленному кинетическому удару по астероиду, чтобы увидеть, может ли это изменить орбиту космического камня. В случае успеха, такая техника когда-нибудь сможет использоваться для защиты Земли от потенциально опасного астероида или кометы, угрожающих столкновением с нашей планетой. Туманость Южное Кольцо Южное Кольцо – это оболочка, сброшенная, похожая на Солнце, умирающей звездой, удаленной от Земли на 2500 световых лет, состоящая из газа и пыли туманой запечатлена с безпрецедентным разрешением на охватывающем область половину светового года изображения, полученном камерой NIRCAM космического телескопа Джеймс Уэбб. Яркая звезда около центра – спутник умирающей звезды, выбрасывающий оболочки из газа и пыли в течение нескольких тысяч лет на последней стадии эволюции, превращаясь в белого карлика. Эта тусклая звезда, обращающаяся вместе с яркой вокруг центра тяжести системы на на дифракционном луче, направленном вниз и налево, орбитальное движение этой пары звезд привело к формированию сложной структуры – туманности Южное Кольцо. Первое изображение экзопланеты Джеймс Уэб получил свое первое прямое изображение Супер-Юпитера HIP 65426B, вращающегося вокруг бело-желтого карлика по широкой орбите. Снимок позволил уточнить параметры планеты и доказать высокую эффективность телескопа при прямых наблюдениях за экзопланетами. Получение прямых изображений экзопланет позволяет эффективно изучать популяцию экзопланет на расстоянии более 10 астрономических единиц от родительских звезд, в особенности их атмосферы. Однако это одна из наиболее сложных методик наблюдений, так как поток излучения от экзопланеты намного порядков меньше, чем от звезды, что ведет к необходимости использовать коронографы и специальные методы обработки данных. Наиболее интересными целями для наблюдения являются молодые планеты-гиганты, которые достаточно яркие и пригодны для проверки теории их формирования. Группа астрономов во главе с Сашей Хинкли из Эксетерского университета опубликовала результаты прямых наблюдений инфокрасной обсерватории Джеймс Веб за супер-Юпитером HIP-65426B, проведенных в июле 2022 года при помощи камеры НИРКАМ и инструмента МИРИ. HIP-65426B была открыта в 2017 году. Экзопланета обращается вокруг звезды спектрального класса на расстоянии 110 астрономических единиц. Система находится в 350 сетевых годах от Солнца и характеризуется возрастом всего в 14 миллионов лет. А хотели бы вы побывать в космосе? Расскажите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.